Здравствуйте, Мирослава! Можете рассказать, о чем вы мечтали в детстве? Избывать ли это мечта? Здравствуйте! Ну я так-то все еще в детстве. А так... Ну, я мечтала, когда была маленькая, стать врачом. Хотела сначала стать кардиологом, потому что у меня были проблемы с сердцем, когда я родилась. Потом они благополучно прошли. Потом я хотела стать космонавтом. Эта мечта, скорее всего, несбыточна. И вот сейчас я поступила в медицинский колледж, учусь на первом курсе. А почему вы решили выбрать такую профессию? Без понятия. No comments. Что вы пожелаете, какие советы дадите нашей команде, которая исполняется в 18 лет, и ее педагогу Александру Мазаеву? Пожеляю всего самого невилючего, хороших пельменей, вкусных пельменей, однозначно, всем мелким. Удачи на даче и палочковых крабочек в придачу. Можете рассказать про свою учебу и место обучения? Я учусь в ГБББПОУ, ДЗМ номер 2, медицинский колледж, также номер 2, находится на ВДНХ. Классное место, маленькое место, учителя классные, вкусные, мредные, учиться весело, с одной стороны, с другой очень даже печально, за что очень много учить надо. В общем, хочу убиться. Скоро наша передача исполняется 5 лет. Можете рассказать, как вы попали на передачу и что вам нравится в ней? О, это была забавная история. Это был 6 класс. Я с моими тогда двумя подружками решили посмотреть, как мучают пятиклашек. Ну, так и говорили. Пошлите посмотрим, как мучают пятиклашек. Ну, пришли, решили посмотреть. Ну, вот как-то так и остались. Они постепенно ушли с гадания. Вот я тут осталась с вами. Сами загрузка. Еще спросите. Расскажите, как вам дается обучение в медиа? Ну, сложно, конечно. Времени не хватает совсем. Но так, в принципе, терпимо. 200 слайдов учить за ночь. Очень мило. Спасибо вам за такое замечательное интервью. До свидания. До свидания. Нет, а то же как? До свидания. Высокий, он только он. Все, поясница уже старая. Да, все уже.